В составе многих клубов есть игроки, которые продолжают получать зарплату, не принося при этом особой пользы. Положение этих футболистов связано с разными причинами. Кто-то был неудачным трансфером, кто-то потерял форму из-за травмы, а кто-то просто хочет пойти другим путем. Некоторым командам повезло, и в ближайшее межсезонье их ненужные активы покинут команду на правах свободных агентов. Это значит, что руководству не придется заниматься долгими поисками и пристраивать футболистов в новые команды. Но в то же время есть и менее везучие коллективы, которым предстоит спихнуть кучу лишнего балласта. Сегодня мы расскажем вам о игроках, от которых нужно избавиться топ-клубом. Но перед началом ответьте на вопрос, какого футболиста Челси продал дороже? Альваро Марата, Диего Коста, Мохаммед Салах, Тэми Абрахам. Свой ответ вы можете написать в комментариях, а мы начинаем. Арсенал. Эмиль Смитроу. В этом сезоне дела у канонеров складываются очень хорошо. В игровом плане команда вышла на новый уровень, причем за счет эффективной системы свою порцию практики получают многие футболисты. Пожалуй, самым обделенным в арсенале сейчас смотрится молодой полузащитник Эмиль Смитроу, который очень хорошо провел прошлый сезон, записав на свой актив 10 голов и 2 асиста. В этой кампании конкуренция в стане канонеров заметно выросла, и англичанин из-за этого не начинал сезон в статусе основного. В сентябре Эмиль был вынужден провести операцию на паху, которая выбила его из строя до января. Вернувшись в обойму, Смитроу очень долго догонял партнеров в плане физической подготовки и продолжает это делать по сей день. Полузащитник ни разу не выходил в основном в составе своей команды на матч премьер-лиги, что является довольно тревожным знаком. Главный тренер Микель Артета продолжает выражать Эмилю свою поддержку, но в силу большой конкуренции и повышения стандартов в следующем сезоне Смитроу вряд ли найдется игровая практика. Англичанин может сыграть атакующего полузащитника и правого вингера. Учитывая убойную форму Букаю Сааки и Мартина Эдегара, реинтеграция Эмиля в составе видится маловероятной. Ходят слухи, что Смитроу хочет купить Астон Вилла. Прошлым летом бирмингемцы пытались заполучить хавбека, но Арсенал ответил отказом. Посмотрим, как все сложится в этот раз. Тоттенхэм, Девинсон Санчес, Джафет Танганга. 26-летний колумбиец проводит свой пятый сезон в Стане Шпор, но в последние годы не является регулярным игроком основы. В этой кампании игровое время центрального защитника намного урезалось. Главный тренер Антонио Конте предпочитал ему других футболистов, но даже после ухода итальянца ситуация не изменилась. В нынешнем сезоне Санчес провел всего 673 минуты в Премьер-лиге, и эта цифра с большой долей вероятности станет худшей в карьере Дэвидсона на Туманном Альбионе. Дела сложились подобным образом не просто так, ведь колумбиец очень часто привозят голы в собственные ворота. Футболиста нельзя назвать эталоном надежности, и именно поэтому Тоттенхэму следует от него избавиться. Среди всех центральных защитников, более обделенным в плане игровой практики, разве что у Джафета Танганги. Англичанин в свое время пользовался большим доверием у Жозе Мауринью, но при Антонио Конте его дела заметно ухудшились. Футболист сейчас является глубоко запасным в Тоттенхэме, и ситуация вряд ли поправится даже с приходом нового тренера. 24-летним защитником в прошлом сезоне интересовался Милан, но сделка так и не состоялась. Летом Танганга наверняка покинет Тоттенхэм, только его новый клуб вряд ли будет таким же именитым, как Россонери. Скорее всего, это будет середняк премьер-лиги. После огромных трат на январском трансферном рынке синие столкнулись с проблемой, которая связана со вздутым составом. В первой команде сейчас тренируются свыше 30 футболистов, из-за чего некоторым игрокам не находится место в раздевалке. Очевидно, что ближайшим летом в Челси состоится серьезная чистка. Покинуть команду могут многие, но мы определили, пожалуй, главных кандидатов. Начнем с Хакима Зиеша. Мараканец не оправдал ожиданий болельщиков после переезда из амстердамского Аякса летом 2020 года. В этом сезоне положение полузащитника стало совсем плачевным. Если раньше он хотя бы выходил во второстепенных матчах или же появлялся на поле со скамейки, то теперь все гораздо хуже. После ярких выступлений за сборную Марокко и выхода в полуфинал чемпионата мира, Зиеш надеялся, что его в январе заберет другая команда. И действительно, хавбэк был в шаге от перехода в ПСЖ. Но сделка не состоялась в самый последний момент из-за глупых бюрократических ошибок от Челси. Хаким был вынужден вернуться в расположение синих, но из этого ничего хорошего не вышло. На счету Зиеша всего 603 минуты и один ассист в АПЛ. Футболист наверняка с нетерпением ждет лета и перехода в новую команду. В этот раз все должно состояться, ведь как Хаким, так и руководство Челси уже попросту устали друг от друга. Другим очевидным кандидатом на выход является Кристиан Пулешич. Американец неплохо провел свой дебютный сезон в АПЛ, отметившись 9-ю голами и 6-ю ассистами. От вингера все ждали следующего шага в развитии, но полностью раскрыть свой потенциал помешали травмы и усиленная конкуренция. Так или иначе, в этом сезоне Кристиан совсем бесполезен для Челси, что сразу бросается в глаза в те редкие моменты, когда игрок появляется на поле. Футболист не вписывается в игру своей команды и постоянно теряется. Впрочем, на чемпионате мира Пулешич доказал, что еще способен демонстрировать качественную игру. Летом его попытается переманить Нью-Касл, и Челси, судя по всему, будет обеими руками за «продать американцев стан сорок». Конечно же, не стоит забывать и Ромелу Лукаку. Бельгейт стал вопиющим трансферным провалом синих летом 2021 года. За игрока заплатили 113 миллионов евро, а он мало того, что забил всего 8 голов за сезон ВПЛ, так еще и начал проситься обратно в миланский Интер прямо посреди компаний. Новые владельцы Челси прошлым летом пошли нападающему навстречу и организовали ему возвращение на Джузеппе Миаца. Вот только воссоединение оказалось не таким, каким того ожидал Лукаку. Бельгейтс пропустил солидную часть сезона из-за различных травм и отметился всего пятью голами в серии А. Ромелу все еще хочет остаться в Интере и не намерен уходить из команды. Вот только руководство на Радзуре по разумным причинам не разделяет желания игрока. Достаточно того факта, что аренда нападающего с учетом зарплаты стоила клубу 20 миллионов евро. Вряд ли Интер будет выкупать Лукаку на постоянной основе, но продление аренды все еще возможно. Для этого форварду нужно закончить сезон на позитивной ноте. Если же игрок не сможет впечатлить Интер, Челси придется как следует попотеть, чтобы избавиться от Ромелу. Ожидания нидерландца по поводу первого сезона в Мюнхене совсем не оправдались. После перехода из амстердамского Аякса полузащитник надеялся, что будет часто играть в основном составе. Но реальность такова, что Райан лишь однажды вышел в старте команды на матч Мдеслиги. И то это состоялось во второй половине кампании. Бывший тренер Баварии Юлиан Нагельсман совсем не жаловал Гравенберга и постоянно его критиковал. С приходом Томаса Тухеля хавбэк не стал получать больше игрового времени, и его будущее до сих пор видится туманным. Руководство Баварии твердит, что не собирается продавать 20-летнего Райана. Учитывая предметный интерес со стороны Ливерпуля, ситуация может в корне измениться. Гравенберг при выходе на поле пока теряется в составе Баварии и совсем не вписывается в игру. Учитывая будущий приход Конрада Лаймера и, возможно, еще одного полузащитника, Райану станет не легче пробиться в основной состав. Учитывая, что мюнхенцы купили его по скидке всего за 18,5 миллионов евро, возможно, на игроке смогут заработать, продав в условный Ливерпуль. Испанец переживает очень сложные времена, ведь его карьера в последние годы идет на спад. В прошлом сезоне «Атлетика» на время удалось избавиться от футболиста, отправив его на правах аренды в Челси. В лондонском клубе полузащитник с треском провалился и с трудом выполнял роль игрокаротации. «Сауль» забил за синих всего один гол во всех турнирах, а в конце сезона руководство даже не задумывалось о его выкупе за 40 миллионов евро. Вернувшись в «Атлетику», «Нигис» рассчитывал перезапустить карьеру в клубе, где когда-то считался одним из лучших полузащитников планеты. Но чудо ожидаемо не случилось. «Сауль» не является первым выбором главного тренера Диего Симеона и к сегодняшнему дню провел всего 686 минут в Ла-лиге. Это при том, что игрок занимает четвертое место в зарплатной ведомости. В январе «Нигиса» могли отправить на правах аренды в Валенсию, но сделка так и не состоялась. У «Атлетика» есть контракт с «Саулем», который рассчитан до лета 2026 года. Клубу будет непросто избавиться от футболиста, который не входит в план руководства. Но матрасники наверняка постараются пристроить хаффбека в новую команду. Хотя бы для того, чтобы не выплачивать ему зарплату в размере 12 миллионов евро в год. Ближайшим летом горожане попытаются избавиться от двух защитников. Главным кандидатом на выход является Эмерик Ляпорт, который, несмотря на предыдущие достижения в команде, потерял свою важность и практически не появляется на поле. Манчестер-Сити сейчас действует в схеме с тремя центральными защитниками. Рубана Диаша окружают Мануэль Аканжи и Натан Аки, которые также способны сыграть и на фланге обороны. Хасеп Гвардиола считает эту систему наиболее гибкой и не видит в ней Лапорта. Игрок сборной Испании в этом сезоне провел всего 8 матчей в английской премьер-лиге, что очень мало для защитника, который сыграл большую роль в завоевании четырех чемпионских титулов АПЛ. В услугах Эмерика очень долго была заинтересована каталонская Барселона. Но из-за финансовых проблем Синегранатовые не могут себе позволить потратить лишние деньги за сумму компенсации. Поэтому трансфер Иниго Мартинеса из Бильбао на правах свободного агента видится для них более выгодным, чем сделка по 28-летнему Лапорту. Эмерик в любом случае хочет покинуть Манчестер-Сити и найти команду, где будет гарантированно получать стабильную игровую практику. Только вот куда именно перейдет защитник – вопрос открытый. Доверие Хосе по Гвардиолу в этом сезоне потерял и другой защитник – Жуао Канцелу. Португалец в последние две кампании демонстрировал эталонные выступления и в силу универсальности своих навыков считался одним из лучших фуллбэков планеты. Тем не менее, перестроение системы Гвардиолы в этом сезоне повлияло на его игровую практику. В результате этого, если верить слухам, у Канцелу возник конфликт с главным тренером. Все дошло до того, что Жуао покинул Сити на правах аренды и присоединился к Мюнхенской Баварии. Там дела португальца складываются довольно неоднозначно. В руководстве красной машины разделились мнения по поводу перспектив фуллбэка на Альянс-арене. Даже если Бавария попытается выкупить игрока, клуб не намерен платить запрашиваемые 70 миллионов евро. Впрочем, возвращение в Сити для Канцелу крайне маловероятно. Помимо того, что португалец не входит в планы Гвардиолы, болельщики команды очень агрессивно встретили его в четвертьфинале Лиги Чемпионов, реагируя оглушительным свистом на каждое касание мяча. Есть вероятность, что Канцелу присоединится к Барселоне. Но если это и случится, то наверняка вновь на правах аренды. Совсем недавно португалец стал героем еще одного нашего видео, где мы составили символическую сборную игроков, которые имеют контракт с Nike. Если еще не успели посмотреть нашу команду мечты, то рекомендуем это сделать. Приятного просмотра! Этот сезон является уже четвертым для бельгийцев в составе Мадридского клуба. Сливочные летом 2019 года выложили за вингера 115 миллионов евро и сделали его самым дорогим трансфером в своей истории. С тех пор Эден никак не мог закрепиться в новой команде. Сделать это вдобавок мешали постоянные травмы, которые мешали игроку набрать оптимальную форму. Азар со временем ожидаемо потерял место в стартовом составе. А сейчас ситуация такова, что на игру бельгийца без слез не взглянешь. Футболист физически не готов к матчам в Ла Лиге. И это смотрится довольно странно, ведь Эден раньше был одним из лучших, если не лучшим в таком интенсивном чемпионате, как ЭПЛ. Так или иначе, уровень катастрофы наглядно демонстрирует тот факт, что на счету Азара всего 5 матчей и 133 минуты в этом розыгрыше Ла Лиги. Это при том, что Вингер является самым высокооплачиваемым игроком команды, зарплатой в размере 31 миллиона евро в год. У Эдена есть еще один сезон по контракту с Реалом. Футболист в недавнем интервью выразил желание остаться и доказать свою состоятельность. Но что-то подсказывает, что руководство Сливочных уже устало ждать. Да и весь процесс обходится слишком дорого. Проблема в том, что Азара в нынешнем состоянии вряд ли купит какой-нибудь европейский клуб. Остаются надежды только на команды из других континентов, которые могут заманить бельгийца большими деньгами. Еще одним ненужным футболистом Реала, чей контракт заканчивается летом 2024 года, является Альваро Адриасоло. Испанец зарабатывает порядка 7 миллионов евро в год, что раздражает руководство Сливочных на фоне того, что на счету футболистов всего 30 минут в этом розыгрыше Ла Лиги. В прошлом сезоне Альваро выступал в серии А за Фиорентину на правах аренды. Но фиалки не стали выкупать игрока на постоянной основе. Адриасоло в 2018 году приходил в Реал в статусе одного из самых перспективных правых защитников страны, который к тому же выступал в сборной. К сожалению, ожидания не оправдались, и уже летом Альваро с большой долей вероятности может покинуть Сантьяго Барнабеу на постоянной основе. Манчестер Юнайтед. Харри Магуайр. Донни Ван де Бек. Капитан Красных Дьяволов, начиная с прошлого сезона, не перестает удивлять своими нелепыми выступлениями. Англичанин стал самым дорогим центральным защитником в истории футбола, перейдя в Эмью из Лестера за 87 миллионов евро. В первое время дела Харри на Олд Траффорд шли очень хорошо, и он довольно быстро завоевал капитанскую повязку. Но в прошлом сезоне Магуайра словно подменили. Игрок раз за разом допускал глупые ошибки и перевозил в свои ворота нелепые голы. В начале этой кампании под руководством Эрика Тенхага Харри продолжал быть основным. Но после двух поражений в первых двух турах тренер окончательно убрал англичанина из состава. Даже с травмами Лиссандра Мартинеса и Рафаэля Варана, Магуайра на сегодняшний день нельзя назвать основным игроком МЮ. При этом в составе сборной Харри все равно неплохо выступил на чемпионате мира. Многие считают, что англичанин более эффективен в схеме с тремя центральными защитниками и не может показывать свой лучший футбол при других расстановках. Учитывая все проблемы, летний уход Магуайра вполне вероятен. Вот только кто решится купить футболиста? Да и решится ли МЮ отпустить игрока, за которого в свое время выложили 87 миллионов евро? Еще не до конца понятно. Другим очевидным кандидатом на выход смотрится полузащитник Донни Ван де Бек. Нидерландец оказался на Олд Траффорд летом 2020 года, перейдя из Амстердамского Аякса. В то время Хавбек считался одним из самых перспективных в мире на своей позиции. Донни способен сыграть как на позиции восьмерки и шестерки, так и под нападающим, что делало его настоящей находкой. К сожалению, на Туманном Альбионе футболист так и не смог раскрыться. Его конкурентом за место в основе чаще всего был Бруно Фернандеш, который являлся ключевым игроком в команде. Ван де Бек в прошлом сезоне даже был вынужден уйти в аренду в Эверден, но этот шаг не помог нидерландцу реанимировать карьеру. Ситуацию не спасло и назначение в Юнайтед Эрика Тенхага, под руководством которого Донни демонстрировал свой лучший футбол в карьере в составе Амстердамского Аякса. Вполне вероятно, что Донни вернется в родную команду уже ближайшим летом. По крайней мере, других претендентов на игрока на горизонте пока не видно. Барселона Каталонской команде нужно как следует поработать, чтобы избавиться от ненужных игроков и разгрузить зарплатную ведомость. Первым кандидатом на выход можно назвать центрального защитника Самюэля Умтити, который проводит нынешний сезон в составе Лечи на правах аренды. Француз когда-то был основным в своей сборной и выигрывал с ней чемпионат мира. Его считали одним из самых перспективных в мире на своей позиции. Но после травмы колена Самюэль не смог вернуться в лучшую форму. В нынешнем сезоне футболист довольно неплохо выступает в аренде за Лечи, чем привлек внимание других клубов из серии А. К примеру, Умтити не прочь заполучить к себе в команду два миланских клуба – Милан и Интер. Посмотрим, какому клубу удастся выиграть борьбу за центрбека. Еще одним игроком Барселоны, который проводит этот сезон на правах аренды в серии А, является крайний защитник Сержиньо Дест. Американец выступает за Милан, где поначалу получал игровую практику, но затем присел в глубокий резерв. Тренер Барселоны Хавернандес совсем не рассчитывает на фуллбека, о чем дал понять в личном разговоре. Дест присоединился к Сине Гранатовым из Аякса летом 2019 года, но с тех пор его карьера не развивалась, а наоборот катилась вниз по наклонной. В трансфере футболиста был заинтересован немецкий Унион Берлин, но Сержиньо отказался от перехода, так как не хочет выступать в Бундеслиге. Американцы ранее также связывались с лондонским Вестхэмом, но еще непонятно, насколько этот вариант реален для защитника. Другой фуллбек Барселоны Жорди Альба провел в составе команды уже почти 11 лет, и за этот срок не только выиграл множество трофеев, а к тому же раз за разом попадал в различные символические сборные. Вот только в данный момент руководство Сине Гранатовых не совсем довольны испанцам, которому в марте исполнилось 34. В этом сезоне Альба не всегда попадает в основной состав и не очень часто начинает матчи в запасе, уступая место более молодому Алехандро Бальде. У Жорди остается еще год по контракту с Барселоной, но руководство хотело бы избавиться от ветерана. Это желание связано не только с тем, что его роль в команде заметно упала, а скорее с другой причиной. Дело в том, что Альба зарабатывает почти 21 миллион евро в год и разделяет третье место в зарплатной ведомости с нападающим Робертом Ливандовским. Этот факт очень раздражает руководство Барселоны, особенно в условиях финансового кризиса. Жорди пока напрочь отказывается идти на понижение зарплаты, а вдобавок еще и не хочет покидать команду. Посмотрим, удастся ли руководству найти компромисс с воспитанником клуба. ПСЖ Парижская команда ближайшим летом вновь будет вынуждена разгрузить свой состав, который просто заполнен ненужными футболистами. Большинство из них прошлым летом с трудом удалось отдать в аренду. В первую очередь стоит упомянуть нападающего Мауро Икарди. Нападающий после своего перехода из Миланского Интера летом 2019 года постепенно терял форму, а в прошлом сезоне и вовсе исчез радаров. Аргентинец не входит в план руководства, о чем было понятно уже давно. Вот только прошлым летом Икарди воспользовался тем, что у него контракт до 2024 года с зарплатой в районе 11 миллионов евро в год. Игрок отказался уходить на постоянной основе и еле согласился уйти в аренду в Галатасарай. Сделка состоялась при условии, что ПСЖ продолжит выплачивать 90% зарплаты Икарди. Аргентинец сейчас не против остаться в Турции, хоть и осознает, что в таком случае не получит положенные миллионы по контракту. Вот только сможет ли форвард договориться с Галатасараем по деньгам? Тоже большой вопрос, ведь еще неизвестно, насколько Мауро готов сбавить свои аппетиты. Соотечественник Икарди в лице Леандро Паредеса тоже проводит этот сезон на правах аренды, но делает это в серии А в составе туринского Ювентуса. Хавбек не смог впечатлить руководство старой сеньоры в этой компании, поэтому о его полноценном выкупе сейчас нет никакой речи. Игрок провел всего 697 минут в чемпионате, что довольно мало, если учитывать не такую уж и большую конкуренцию. Галкипер Кейлор Нава с прошлым летом хотел покинуть ПСЖ ради Наполи, но не смог согласовать с парижанами условия разрыва контракта. Костариканец вчистую проигрывал конкуренцию Джан-Луиджи Донаруми, поэтому зимой решил уехать в аренду в Ноттингем Форест за игровой практикой. В этой команде Галкипер зарекомендовал себя весьма неплохо, проведя несколько ярких матчей, но лесники пока не настроены выкупать ветерана, так как ищут более молодого вратаря. Да и к тому же далеко не факт, что команда останется в АПЛ. В случае вылета в чемпионшип, Навас вряд ли согласится остаться. Вингер Юлиан Дракслер тоже принадлежит ПСЖ и выступает в аренде за другую команду. Немец защищает цвета Лиссабонской Бенфики. Но, к сожалению для Вингера, этот сезон был омрачен для него постоянными травмами. В конце февраля футболист решился на операцию на лодыжке, из-за чего пропустит остаток сезона. Учитывая этот факт, ПСЖ будет крайне трудно найти Дракслеру новую команду. Год назад парижане провели не самую убедительную трансферную кампанию, ведь ни один из пришедших новичков, по большому счету, еще не смог проявить себя в команде. Пожалуй, самым вопиющим провалом из числа всех можно назвать полузащитника Ренату Саншиша, который перебрался в ПСЖ из Лилля. Португалец был знаком с тренером Кристофом Галтия, но, несмотря на это, его наверняка покупали в качестве игрока ротации. Ренату хоть и отметился двумя голами за 537 минут в Лиге 1, но в общем смотрелся крайне неубедительно, да и к тому же постоянно получал различные травмы. В последние недели хаффбека активно связывают с Лестером, но для того, чтобы трансфер состоялся, Лисам изначально нужно сохранить прописку в английской примерлиге. Футболисты, о которых шла речь в этом ролике, летом получат шанс перезапустить свою карьеру. Возможно, новую команду удастся найти далеко не каждому, но, по крайней мере, уход этих игроков осчастливил бы все стороны. Исключением можно назвать случай, когда спортсмены не хотят уходить, чтобы не терять положенные деньги по контракту. Друзья, как вы считаете, кто из героев сегодняшнего ролика еще может остаться и раскрыться в нынешнем клубе? Напишите свой вариант в комментариях, мы с удовольствием их почитаем. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok